Лазили вам на тракторах за землю? Нам. Никогда. Не надо. Мы с Виталиком договорились. Виталик сказал так. Вот все, что они повезут, растения. Повезут они землю. Обязательно. Надо. Я вам разрешение свое не даю фотографировать, ничего делать. 32 года. Вы при исполнении служебных обязанностей. Какая разница? Большая разница. При выполнении служебных обязанностей. Большая разница. А вы артисты из Погорелого театра. Извините, и землю я перевозила за 15 тысяч. Это жалоба. Нет, это другая жалоба. Так, дальше. Подписи. Сейчас сделаю. Давать не будем. Так смотрите. Нет, ну подписи фотографируем. Ради бога. Сейчас вот так. А ты мне что сказал? Так вы мне не ответили, на основании какого документа собирались эти подписи? Это жильцы. Я говорю, жильцы собрали... А кто ответственный за это? А кто ответственный за сбор подписей? Да принесли просто они. Никто не ответственный. У нас они... Какое количество жителей проживает в этом доме всего? Примерно. Примерно, я не знаю. Сколько 15 подъездов? Четыре квартиры на этаже. 15 подъезд, четыре квартиры на этаже. Вы, наверное, лучше знаете. Вы, когда вы, извините, когда выкладывали то, чтобы не косить, вы выкладывали, наверное, тоже 3-4-5 человек собрали, а не большинство дома у вас. Я думаю, управляющий компанией от высшего звена, что из ГУИСа поступило распоряжение собрать инициаторов по косам, приложить все усилия, чтобы траву к косить. Потому что я это знаю, 100%. Я это уже сейчас звонила и сказала, кто мне это рассказал. А что, лучше, когда не косишься? Да. Вы знаете, мы хотим дышать свежим воздухом. Мы меньше, чем положено. Так, у вас со здоровьем все хорошо, да, пока? Слава Богу. А вы знаете, что здесь полно людей, инсультников, гипертоников, маленьких детей, которые хотят отдыхать вот именно в это время? Вы послушайте, какой это треск. Его слышно во всей округе Ясенева. Я не свое, я не свое выполняю. Я не свое мнение выполняю. Вам скажут расстрелять. Вы тоже пойдете по подписям расстреливать, да? А это очень плохое, то, что вы делаете. И вы совершенно это не отличаете. Вы можете попросить... Не можете, да? Почему вы не можете? Я вас тоже... Подождите секунду. Да мои фотографии в газете и на телевидении. И на следующий день. Вот. Это не восстанавливается никто. Только вы тоже нарушаете. Понимаете, когда вы выкашиваете траву, я вам не давала свое разрешение. Так, объясняю. По российскому законодательству. Ты на рабочем. Не трогайте мою собственность. Я не на госпожде. Я не на госпожде. А на чем вы? А на чем вы? Я не на госпожде. Наши деньги получите. Нельзя фотографировать. Я не на госпожде. В суде, в тюрьме и на таможне. Вот так вот. Понятно? Вот и знаете это. Вы не имеете права здесь хозяйничать. Ну хорошо. Вы скашиваете. Нет, вы ошибаетесь. Значит, вот это письмо Караксова, которое, значит, вам ничто. Цибин вам ничто. Бирюков лично Иринина. А где Долгашиев? В чем вы с ним? Вас Долгашиев сюда прислал или кто? Кто вам дал распоряжение? Вы говорили, что ты не прав. Нет. Вот сейчас. Нет. Распоряжение кто вам дал. Жалоба жителей сюда пришла. А мы инопланетяне, да? Нам пришла жалоба ваших жителей. Олечка, а у нас когда жалоба на вас, значит, вы реагируете? Вы же пишите на портал. Вот там вот сломано. Надо сделать. Мы отчитываемся. Мы исправили это. Правильно, да? Сюда. Вот там на портал. Вы же выложили жалобу. Скасите, ради Бога, окрасите дом всем. А мы это получили. Мы выполняем. Вот и все. Что вы говорите в вашем мнении? Правильно? Ну, на портале жалоба. Извините. Это вас научили так отвечать? Это ваше мнение, да? Вы все в унисон отвечаете. Это ваше мнение. Одинаково все отвечаете. Нет, потому что вы все думаете так, как вы думаете. А вы как делаете? А вы даже не советуетесь с другими людьми. У вас нет подписей. У нас есть решение протокола собранника, который подписан на Олега Овановича. Причем? На Олеговичем вот и все. Понимаешь, а поскольку... Причем совет дома создан на основании жилищного кодекса. А в жилищном кодексе не написано сбор подписей, если что-то узнавать. Не написано. Не написано. Наверное, людей надо спрашивать. Я так говорю. Слушай, ну, этот сказок проблем нет. Я сказал, мы здесь ходим и будем косить по муравьев. Да вы вот здесь и подкорье из Кошина там посмотрите. Пошли посмотрим. Оставь их, оставь, потом они так же будут лопаткой. А то сейчас будет машина отлетать. Оставься. Комод пришел. Комод, который дышит. Здесь они высаживают уже какого-то раз. Смотрите, смотри, вот это хорошо, нет? Овравей его не соберешься. Что-то красиво, хорошо или это полезно для здоровья. Сергей, еще раз послушайте. Не полезно. Не можно, я вставлю. Значит, вот у нас, когда выкашивают вот здесь вот под окнами, вы знаете, что сюда писать хотят люди? Под окнами. Когда трава растет, почему нет? Когда травы нет. А вот мне кажется, наоборот. А когда здесь крапива, извините, никто свою полку голую под крапиву не поставит. Вот это крапива, она собирается в рост. Когда вы сейчас кашите, вы уже ниже точки роста попадаете. Дальше вот эти растения не растут. Семена попадают. Уже семена у вас уже осыпают. Дальше, нет. Дальше ситуация складывается таким образом. После 14 июля. Вот это кровать, да? Она сейчас. Это июля. Понимаете, где 10 метров? Да, я здесь вам сантиметров 20. А вот смотрите, какая пыль летит на детскую площадку. И здесь гуляют дети. Я вот не вижу, что пыль летит. А я вижу, посмотрите, посмотрите, как стреляет у него на детскую площадку. Сейчас, где ребенка, если попадет, что-нибудь. А, нравится? Похозная. Нам не мешает. Мне не мешает. Вам не мешает? В смысле? Похозная. Вам это нравится, этот грохот? Нет, мне это нравится. Ну, на кровати. А не то, что в деревне здесь. А, в деревне, понятно. А, в деревне здесь. Здесь была арника, которая редко... Это было два цветка. И биолог показывал детям, которые... Он в курсе здесь устроил. Показывал, что это исчезающее растение, очень редкое. И дети его охраняли. Не, ну, не на одном участке. Нет, не знаю, цветуарный будет. Я не знаю, я его не вижу. Вот, но его скосили. Потому что вот здесь... У вас в глазах другая зелень, видимо, стоит. Нет, я цветка не вижу просто. Ну, вы не другую зелень видите в глазах. Нет, вы видите этот цветок? Я говорю, что его скосили, его скосили. Его и нету скосили. Вот здесь вот был. Понимаете, это желтый цветок, как ромашка только. Понимаете, не вот эти вот желтые. Ну, скажем так, если даже скосили этот цветок, корневую никто не трогает. Идет только сверху. Он идет, не корнями размножается. Понимаете, я устала с вами бороться. Потому что это такая топливная... Да со мной не надо бороться. На каждом... Я уже сейчас разговаривала. Я сейчас... А с кем? А с кем нам побороться? С кем нам? Идет саботаж. А на кого вы работаете? Я же сказал, по позьбе жителей, я хорошо понимаю. А мы жители. Ну, разберитесь со своими жителями. Вы же совет дом. Сергей Ильич, меня удивляет то, что жители, значит, когда делают то, что вам выгодно, вы идете сразу. Нет, знаете... Подождите, а когда вам это не выгодно, потому что мы разговариваем. Ну, почему выгодно, не выгодно? А я вам скажу, почему. Потому что распоряжение появилось от ГУИСа. Я говорю, вы выкладываете на портал жалобу. Допустим... Послушайте, а для вас Карацев большой начальник или как? Конечно, большой. Большой, да. А вы знаете, что Карацев ни на одном собрании говорил о том, что покосы триммерами запрещены. Он прекрасно об этом знает. И здесь уже больше ничего не сможет. Он давал указанию. Не важно, не важно. Значит, и не надо вообще косить. Мы косим. Не надо. Мы косим. Не по земле. Мы сантиметров 20 у вас оставляем. Тренеры запрещены. Не меньше. Хотя там 7-10, но у вас 20 оставляем. Мы идем выше еще. Лена, там идет экономическая составляющая. Поскольку мы не косили... Тут уже ничем не... Тут уже комбайн надо сохранять. Комбайн он косится. Посмотрите, идет по правилам, в вашем же регламенту, что вот эти разнотравные газоны, они один раз в месяц, один раз в сезон по регламенту. Мы были у Карацева на приеме. Мы были у Бирюкова на приеме. Большой прием в правительстве Москвы, где обсуждали вот эти проблемы. По поводу тримеров сказали, вот, в следующий раз, вы их просто разбиваете уже о голове. Мы устали, вот, это сказал Бирюков, это сказал Цибин, это сказал Карат. Если вот не запрещали косить, она положена за тем машинками, мы... Кем положено? Подождите, кем она положена? Нет, вот... Кем это положено? Положено правительство Москвы луговые газоны вообще не выкашивать. Один раз в год, и то только 30%. Скажем так, скажем так, у вас вообще первый раз косится. У нас первый раз? Да, что вы говорите? В этом году? В этом году вообще ни разу не косилось. Благодаря кому? Благодаря кому? Вы говорите, вот первый раз и косит. Вот, смотрите, он косит прямо по медаллическому ограждению. Сейчас там все снесет. Под деревьями вообще косить нельзя. Под деревьями в тени косить нельзя, под деревьями, потому что так идет небо, не будет восстановления. У нас погибают деревья. Посмотрите, вон сухостойное дерево стоит. От чего оно сухостойное? Вон впереди. От чего? От ваших покосов восстанеченных. От чего? От чего? У нас погибла вся аллея Нарокотова. От чего люди умирают? От чего аллея Нарокотова погибла? Нет, стоп, люди умирают от того, что воздух плохой там, допустим. Да, плохой воздух. Так что нам заводы запретить? Экология отвратительная. У нас, слава богу, в районе нет заводов. Ну, заводы давайте запретим. У нас нет заводов. Так что мы сохраняем хотя бы вот эту траву. Ну, вот эти примеры приводят, я бы на другое не смогу. Извините меня. Вот сейчас кто-то спичку сюда бросит. Вот сейчас вот спичку бросит на покошенной. Вот тогда загорится. Вот тогда и загорится. Вы давно живете здесь на Рокотово? Вы помните, какая у нас была аллея вдоль улицы Рокотова? Помните, где деревья? Где деревья? А где деревья? Потому что их нет. И вот этих деревьев тоже не будет, если будут осуществляться покосы, травы. А то, что сейчас вот пожар будет... Вот пожар будет сейчас после покосов. Лена, ее ребенок будет дышать пылью. Я думаю, что это личное дело ее. Ребенок в деревне. А это че? Нему с нянька. А почему там не пусит? Почему там не покосит? Люди идут, а где не прославит. Не покосит. Люди идут, акурки бросают, а трава сгибают. Вот тогда и сейчас, да, все, и что сгорит. Нет, это то мы все соберем. Это мы соберем, ничего не осталось. В деревне, это не принципиально, вы живете на улице. А в городе у нас, в Москве, вот все, кто живет в Москве, не хочет отпускать, кто живет. Мы все, понимаете, деревенские как многие. Я хочу, я не деревенская, я хочу, дети, красиво жить. Чтобы не заразить. А дышать вы чем хотите, а? А что вы предлагаете? Да. Хотите? И сейчас пойдет зелень. Какая? Какая? Пусть не скошенная. Какая зелень пойдет, если там семян. Они уничтожили около 50 китов разных. Я считаю, что очень много. Значит так, взывать к разуму бесполезно. Но там разума нет. Да, мы здесь, мы экономически не успокоим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok